В эфире Город С. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте! Каждая из нас, конечно же, хочет жить в красивом, уютном, комфортном городе. Как этого достичь? Варианты у каждого свои. Можно, например, поговорить об этом на кухне с друзьями. Можно написать гневное письмо в администрацию. Можно пойти вниз, сделать у подъезда клумбу, ну, собственно, бесконечные перечень, то, что можно. А мы сегодня, если вдруг кто-то еще не знает, хотим рассказать еще об одном способе. Знакомьтесь, пожалуйста, гости нашего сегодняшнего Горда С. Татьяна Акимова, исполнительный директор благотворительного фонда «Самарская губерния». И Петр Сучков, руководитель департамента административной реформы администрации городского округа Самара. Добро пожаловать. И сразу думаю, что мы сейчас будем открывать все карты и говорить о том, собственно, о чем я говорить уже начала. Точнее, о конкурсе городских идей. Правильно я называю? Да. Конкурс городских идей. Мы раскрыли эту тайну уже с первого числа. А, может быть, не все читали, может быть, не все смотрели телевизор, кто-то был очень занят, ну и так далее. Все бывает. 202-11-22, телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, требуются какие-то уточнения, мы ждем этих вопросов здесь, в студии. Итак, что это за такой конкурс, когда он объявлен и с какой целью? Тогда начнем с цели. На самом деле, потому что большинство, я думаю, жителей нашего города знают о том, что принята стратегия развития Самара до 2025 года. В рамках развития этой стратегии администрация городского округа Самара приняла и утвердила программу, которая называется «Развитие городских сообществ и поддержка некоммерческих организаций». Действовать она начала, значит, с 30 апреля текущего года. И вот в рамках этой самой программы было запланировано проведение городского конкурса идей. Конкурс самых разных предложений жителей города, общественных организаций по развитию нашего города. То есть, это все увязано вот в одну стратегическую линию. Было запланировано и... И оно состоялось, да, да. Была проведена конкурсная процедура. Благотворительный фонд Самарской губернии стал победителем этой процедуры. Выиграл конкурс и он является исполнителем администрации города заказчика, а фонд исполнителя. Цель проведения данного конкурса. Татьяна, я так понимаю, что если вы за это взялись, значит, вам это интересно по каким-то причинам. Да, интересно, потому что у нас не совсем обычный благотворительный фонд. Фонд, работающий по технологии фондов местных сообществ. И это наша миссия поддерживать инициативы местных сообществ. Поэтому такой конкурс, конечно, это наша епархия. И плюс у нас есть хороший опыт в проведении таких конкурсов. А если говорить вот о целях, мне кажется, отступая от официального языка, это возможность дать жителям, организациям высказаться или презентовать какие-то свои идеи о том, каким должен быть город Самара. Но самое главное, это не позиция тех, кто ждет, что мы дадим идею, а кто-то ее будет воплощать. А это возможность презентовать свою идею и найти партнеров, соратников, финансы, каких-то людей или организаций, которые захотят тоже вместе делать эту идею. Мне кажется, еще и наполнить свою жизнь. Да, да. Есть еще один очень важный. Это с точки зрения граждан. Да, вот с точки зрения нас, как городского сообщества, нам очень важно сформировать пакет тех самых инвестиционных идей, которые надо реализовывать в городе для того, чтобы жителям жилось лучше, на которые надо искать финансирование, которые надо в итоге реализовывать. Это тоже одна из целей нашего конкурса. Ну, помимо, да, поддержки инициатив. Да, есть некоторые особо интересные моменты, которых мы в ряде номинаций прописали. Нас, например, очень интересует не просто инициатива вообще, да, но инициатива, например, в том числе в сфере жилищно-коммунального хозяйства. То есть в тех самых проблемных сферах, которые сегодня в городе есть, но мы же не можем жить всю жизнь с ними. Их надо решать. Значит, надо смотреть, каким образом это делать, и без идей наших жителей это сделать очень сложно. То есть вы хотите еще и увидеть какие-то моменты, которые в текучке, скажем так, работы могут оставаться для вас незаметными? Ну, не совсем моменты. Скорее мы хотим увидеть предложение, как это все улучшать с точки зрения жителей. В том числе. Но предложение не просто, ну, как у нас частенько говорят, что такое инициатива, да? Пришла бабушка в ТОС и говорит, а давайте мы здесь поставим фонарь. Да, ну хорошо, если пришла. Не, приходит, приходит. Вот. Это просто надо делать, да и все. Вопрос, как сделать? Потому что идея сама по себе, это не просто, вот, а давай сделаем вот это. Идея, это некий набросок механизма, который позволяет устранить некую имеющую место проблему или ее причину. Наверное, мы будем говорить о том, что будет дальше с этими идеями, потом тогда подробнее обсуждаем эту тему. Ну да, все-таки, что будет дальше, мы выясним, ну а сейчас мы пока выяснили только лишь, что конкурс стартовал. Кто может принять в нем участие, а может быть, кто не может в нем принять участие? Могут принять участие общественные организации, некоммерческие, коммерческие организации. В любом случае, это организации, имеющие юридический статус. Муниципальные. Муниципальные учреждения в том числе. Если это все-таки жители, да, то мы хотели бы, чтобы они нашли тех партнеров, которые в дальнейшем эту идею помогут им реализовывать. Потому что, по большому счету, это, многие идеи невозможно делать просто в одиночку в пятером. То есть Мария Ивановна, придя с заявкой, в общем, уйдет обратно, не с чем? А нужно реализация в дальнейшей этой идее. Если человек способен, но здесь, как жизнь показывает, проблематика такова, что одному человеку очень сложно это сделать. Поэтому мы приглашаем не только юридические лица. У нас могут участвовать в конкурсе общественные организации без образования юридического лица. Но именно объединения. Те или иные объединения, которые могут после разработки идеи сделать проекты по ее реализации. И могут начать вместе с нами или с нашей помощью реализовывать. Плюс те люди, которые звонят сейчас нам, задают вопросы именно жители города. Вот не те, кто входит в какие-то организации и спрашивает, а как быть им. Мы советуем какие-то конкретные некоммерческие, общественные или другие муниципальные учреждения, организации, которые могут вместе с ними, может быть, эту заявку подать. То есть вы можете адресовать, куда обратиться непосредственно. Да, да. Хорошо. С какими идеями должны люди прийти на конкурс? Очевидно, там несколько номинаций будет существовать. Каких именно? Кто? Петр Валентинович про номинации. Да, действительно. Мы определились в этом году, поскольку мы заказчики, всего с тремя номинациями. Называются они «Город для людей», «Город для жизни» и «Город для отдыха». Что такое «Город для людей»? Это различного рода взаимоотношения между гражданами. Это защита их прав, чтобы людям жилось комфортно, в первую очередь, в моральном, может быть, в экономическом плане. Что такое «Город для жизни»? Мы живем в этом городе, мы пользуемся этим транспортом, мы ходим по этим улицам. Идеи направлены на то, чтобы город стал лучше, чище, красивее. Различного рода идеи, в том числе по дизайнерскому форму, какие угодно и так далее. То есть, чтобы сама инфраструктура, среда была комфортной для нас. Город для отдыха. Что такое отдых? Это образование, это тоже отдых. Саморазвитие, это тоже отдых. То есть, различного рода интересуют идеи по внедрению технологий образования, технологий самореализации, технологий занятия физкультурой и спортом. Внедрению различного рода инфраструктуры для этого, созданию объектов. Туризм, это, кстати, тоже отдых. А Самара с точки зрения туризма, скажем так, сегодня, после того, как у нас хорошо работает программа «Культурная Самара», стали появляться знаковые скультурные композиции, памятники, она стала более интересна для туризма. Но все ли мы в этой связи используем, как для самих себя, так и для жителей? Нас очень интересуют вопросы патриотизма. Мы живем здесь, в Самаре, это наш город, вот, это наш дом, и мы им должны гордиться и должны его любить. И как должен проявиться этот патриотизм? Самым разным образом, знаете, начиная от того, что ты идешь по улице и, там, я не знаю, и бумажку не бросаешь на улицу. Потому что тебе стыдно, когда в моем городе на тротуаре валяется бумажка. Вплоть начиная от этого. Вот, а заканчивая, ну, чем угодно. Мы самарские, например, помните в свое время, когда-то был такой лозунг, да? Самара должна тоже, в том числе, продвигаться на территории России, и не только России. Как замечательный город, город интересный, город открытый для инвестиций, город бурно развивающийся, город удобный, красивый, город, в котором приятно отдохнуть. Честно говоря, я не очень поняла, все-таки, по первой номинации. Город для отдыха и город для... Для жизни понятно, да? Для жизни понятно, да. Что значит город для людей? Что подразумевается? Открытие каких-то конкуренционных целей? Хорошо, вот если вторая и третья номинации, это в основном речь идет об инфраструктуре, да? То в первой номинации речь идет о взаимоотношениях. Взаимоотношения между людьми, между различными группами людей. Взаимоотношения с органами местного самоуправления, с органами власти. Повышение активности самих граждан в разработке идеи, в реализации. В решении каких-то вопросов, сиюминутных на уровне двора. Масштабных на уровне города. Какие еще вопросы? Ну, скажем так, мы говорили о ЖКХ. Что у нас, какая проблема сегодня с ЖКХ? Мы все сегодня в большинстве своем собственники. А пользуемся мы правами собственника жилья или нет? И как мы ими должны пользоваться? Вот развитие самых разных интересных технологий, которые позволяют это все улучшить, это имеет отношение к первой номинации. Город для людей. Я так понимаю, что заявки есть уже? Да. Можно сказать уже сколько на сегодняшний день? Да, на сегодняшний момент у нас 20 заявок. И если говорить о номинациях, приблизительно равное количество в каждой номинации. Хотела спросить, наверное, город для людей мало заявок? Нет. Я ошибаюсь. 7, 6, 5 в каждой номинации. Вы знаете, что самое интересное по заявкам? Мы наблюдали, до первоначального срока приема заявок, мы наблюдали, что каждый день расслучивали геометрические прогрессии это количество. Почему мы решили продлить конкурс 21 числа и заявок в том числе прием? Потому что мы посчитали, что неправильно будет ограничить активность граждан сейчас. Давайте мы соберем лучше больше. У нас будет пакет инвестиций, у нас будет пакет идей. Чем больше их будет, тем лучше. Ну, тогда можно еще на полгодика продлить его, в принципе. Есть определенные веки, мы можем и год собирать, а работать-то когда? Их же надо будет еще и реализовывать. Тогда чем ограничили, каким временным сроком? 21 ноября у нас окончание срока приема как заявок, так и конкурсных работ под этим заявком. То есть есть у нас еще немножко времени подумать у всех? Да, минимум неделя. Хорошо, давайте сейчас посмотрим видеосюжет на эту тему. Николай Страшнов намерен воплотить в жизнь мечту самарских фотографов в строительство музея фотографий. В одном здании фотошкола, фотостудия и большой выставочный комплекс. При поддержке городских властей проект может реализоваться. Мы подаем заявку на то, чтобы в городе обратили на это внимание. Деньги 250 тысяч не решат нашу проблему. Мы подаем всего лишь заявку о том, что это интересно городу, это нужно. Тем более скоро чемпионат мира по футболу, а в Самаре не хватает арт-объектов. По просьбам самарцев прием заявок на городской конкурс продлили до 21 ноября. Это позволит максимально увеличить число конкурсантов и даст возможность более детально проработать проекты. Победители, разработав проект, однозначно получат грант на его реализацию. Главным в рамках данного конкурса является необходимость достичь понимания администрации каждого жителя, что изменение города, улучшение его является задачей не только органов власти, органов местного управления, а в первую очередь нас как жителей. Заявки принимаются в трех номинациях – город для жизни, город для людей и город для отдыха. Главная цель конкурса – сделать Самару еще более привлекательной и благоустроенной. Это «Город Эс». Мы сегодня говорим о конкурсе городских идей. У нас в гостях Татьяна Акимова, исполнительный директор благотворительного фонда «Самарская луберния», и Петр Сучков, руководитель департамента административной реформы администрации городского округа Самара. Если у вас есть идеи, то, как выяснилось, до 21 ноября… Включительно. Включительно. Еще можно попытаться сделать шаг к реализации этой идеи, если, конечно, вы готовы не просто заявить о ней, но и довести ее до логического конца. Вот таким образом мы плавно переходим к тому, что конкурс после 21 ноября… Вот когда будут подведены итоги? До 28 ноября у нас будет заседать экспертный совет, и он определит те идеи, которые будут рекомендованы к написанию проектов, то есть идея должна превратиться в проект. И в дальнейшем эти идеи будут рекомендованы к финансированию из бюджета городского округа Самара, и этот грант составляет 250 тысяч рублей. Для каких-то проектов это достаточные деньги, а для каких-то проектов это очень небольшие деньги. Но в любом случае с помощью этих средств можно сделать первый шаг к реализации своей идеи. И Петр Валентинович вот уже говорил об этом. Экспертный совет определит не только победителей, которые будут рекомендованы к финансированию, но вот будет сформирован некий банк идей. И этот банк идей будет потом использоваться в работе как городской администрации, так и представителями вот этих стратегических направлений по стратегии городского округа Самара, для того, чтобы продвинуть эти проекты, найти партнеров, презентовать их тем, кому нужно их презентовать, и рассказать о них каким-то потенциальным партнерам. Совершенно верно. Дело в том, что я начал с того, что это все завязано с самарскими стратегиями. На портале «Самарские стратегии-2025» существует страница проектного центра. Любая идея, заявленная на этот конкурс, она автоматически входит в банк идей данного проектного центра. Если идея проработана в виде конкурсной работы, она входит в банк инициатив этого проектного центра. То есть это не... Даже если ты не победил в конкурсе, но твоя идея, она уже там есть, и с ней можно работать, доводя ее до ума. Возможно, что ты не победил не потому, что идея плохая, а потому что она сегодня еще, может быть, не своевременная, но останется своевременной завтра. Готовиться к этому нужно сейчас. На стадии от рекомендации представления проектов до представления самих проектов, будет ли еще отсев? Либо вот те, кого экспертный совет рекомендует к финансированию? Если сказать иным способом, мы говорим сегодня победителям этого конкурса идей, тем, кто станет победителем. Что при условии, если вы с помощью всех наших форм работы школы актива лидеров, исполнителей, кстати, тоже фонда Самарской губернии, это обучающие семинары, это консультирование. Если вы разрабатываете с этой помощью социальный проект, мы можем гарантировать, что грант вы получите. То есть фактически это как публичная оферта будущим победителям конкурса идей. Но опять же говорю, при условии. Возможно ситуация, когда люди идею заявили, но не собираются ее делать. В этом случае нам придется искать того, кто сможет это сделать, формировать команду, прорабатывать проект. То есть идея все равно не будет потеряна? Идея не будет потеряна, входит в банк идей проектного центра. Если она актуальна, если она нужна городу, то да. Вообще, исходя из номинаций, исходя из количества проектов, у экспертного совета такая непростая задача. И вот о суде кто, как говорится? Кто вообще вправе и компетентен каким-то образом все это оценить? Мы постарались в состав экспертного совета пригласить тех людей, которые с разных точек зрения могут на это посмотреть. Ну, вот, коли уж мы говорим про стратегию, то, конечно же, это руководители вот этих направлений, стратегии города. Общественники? Общественники, да. Чиновник там только один, я, по-моему, да? В основном это общественники, да. Вот не знаю, хорошо это или плохо. Это хорошо. Это хорошо. Ну, в любом случае, у нас есть департамент, и не один, получается, который отвечает за реализацию стратегии. Поэтому вот эти руководители направления, они работают в естественной связке. Во-вторых, это люди, которые имеют отношение к Самарской думе. И это два заместителя-председателя Самарской губернерской думы, общественного совета Самарской думы. Потому что они работают с общественниками, с одной стороны, с другой стороны, они влияют на принятие решений депутатами. И они тоже могут позиционировать там эти идеи. Это также представители общественных объединений больших, которые имеют отношение к журналистике, к искусству, к культуре, к театру и так далее. То есть это самые разные люди, имеющие опыт своих реализаций больших крупных проектов, имеющие опыт оценки, имеющие авторитет в городе и умеющие оценить проекты и понять, они дальше эти идеи превратятся в проекты, можно что-то с ними делать. И что дальше? И кому эти идеи будут нужны? Вы, собственно, объяснили, но, может быть, еще гораздо проще даже попытаться это сказать. Вот идея одобрена. Кто и сколько на это даст денег? Потому что финансовый вопрос, как правило, в наших умах, он по-разному интерпретируется. На идею нисколько. Я же повторюсь, тот, кто победил, фактически мы сегодня говорим, что вам публичная оферта. Если вы разработаете социальный проект с использованием наших форм консультирования, то есть он будет доведен до работы, то вы однозначно получите грант. Это грант от бюджета в рамках программы развития городских сообществ. Но это не единственный источник финансирования. Я правильно понимаю, Татьяна? Возможно, во всяком случае. Нам же интересен банк идей. Многие идеи, они лежат на стыке. Скажем, туристические идеи, они на стыке отдыха, социальной сферы и на стыке бизнеса. Значит, они вполне, возможно, могут быть интересны бизнесменам, занимающим туристическим бизнесом. Вот, и эти идеи, они будут, даже не сами идеи, а механизмы прорабатываются, инициативы, проекты те же самые, они будут предлагаться достаточно широкому кругу, в том числе и бизнеса, общества. Будут искаться партнеры для того, чтобы этот проект воплотить. Это не обязательно, что должен на себе тянуть бюджет города. Даже, скорее всего, в меньшей степени бюджет должен. По крайней мере, по целому ряду идей, как мы ожидаем, именно так и произойдет. Есть еще, наверное, один потенциальный источник финансирования. Минэкономразвитие Самарской области ежегодно объявляет конкурс проектов. И так как я первый год входила в конкурсную комиссию и оценивала эти проекты, я знаю, что всегда не хватает, первое, хороших, ярких, красивых идей. И второе, системных идей, которые вовлекают сообщество, которые в результате что-то действительно меняют. Идет некое развитие. Это не просто цикл мероприятий, а это что-то, что меняет взгляды людей, меняет систему, меняет еще что-то. Вот поэтому это еще один источник финансирования. Я думаю, что вполне в силах администрации городского круга Самара выходить с инициативой о поддержке таких проектов на конкурсной, естественно, основе, но в том числе в рамках конкурса Минэкономразвития Самарской области. У нас, кстати, в Самаре есть очень хорошие примеры. Разработчик проектов, Ишмуратов Андрей, он победил у нас, даже не в конкурсе, он представил свой проект на соискание гранта и получил грант от города. После этого начал двигаться дальше, развивать этот проект. Он сегодня выиграл президентский грант по этой теме. То есть, главное, не останавливаться, двигаться дальше. Да, правильно, сказал Татьяна, это может быть первым шагом. Но кто сказал, что этот шаг должен быть последним? Никоим образом. Вы сказали, около 20 заявок уже поступило к сегодняшнему дню. Есть ли среди них интересные проекты? Ну, на мой взгляд, они все, конечно, интересные, нужные и актуальные. Могу сказать, что некоторые заявки говорят об истории, я имею в виду историю идей, о микрорайоне. И это небольшая какая-то такая вот идея. А некоторые говорят о очень масштабных идеях, которые связаны с городом. Могу перечислить, скажем так, вот спектр идей, которые были поданы. Вот это идеи про, например, конкурс красоты для девушек с инвалидностью. Или, если мы говорим о людях с ограниченными возможностями, то это идея продолжения и развития кинофестиваля «Кино без барьеров». Это замечательные идеи, связанные с внешним обликом города и с преображением его в какие-то такие яркие краски, цвета и так далее. Вот там есть две идеи замечательных. Одна связана с идеей фестиваля Тома Сойера. Помните, да, эффект, когда вдруг всем захотелось покрасить этот забор, который красил Том Сойер. Так вот, может быть, у нас в городе пройдет такой фестиваль Тома Сойера, и наши заборы станут совершенно красивыми и замечательными. А может быть, не только заборы. Есть совершенно замечательная идея Юрия Рычкова, когда на основе детских рисунков создаются эскизы, и эти эскизы потом переносятся на дома наши. И дома тоже в совершенно другом настроении предстают. И есть уже такой опыт в Октябрьске у Юрия Рычкова, который подал нам эту заявку от своей организации, когда мэр города отдал ему целую улицу. И целая улица превращается в совершенно другую, да, с помощью этих детских рисунков. А есть проекты, связанные со строительством вот музея фотографии, то, что мы в репортаже видели, да, со строительством теннисного корта. Есть идеи создания каких-то зон отдыха для жителей с водным прокатом или прокатом водного транспорта, то, чего, может быть, когда-то было в советские времена и сейчас утеряно, а людям хочется, чтобы это было возобновлено. Ну, и много других идей. Финская ходьба, создание, ну, скажем, центров, где будут медиаторы, которые будут вести, помогать вести диалог в каких-то сложных ситуациях, конфликтных ситуациях, например, на базе работы ТОС, да, потому что именно вот им приходится работать с жителями, и это, ну, достаточно иногда трудно. Ну, то есть вот самые разные идеи, начиная от маленьких, заканчивая очень крупными. Вот поскольку общество у нас очень доброе и милосердное сегодня, то я, в общем-то, предвижу, что вполне возможно кто-то скажет вам, вот если вам некуда пристроить деньги, отдайте нуждающимся. Ну, наверное, могут быть такие высказания. То есть вот тоже хотелось бы, чтобы вы прокомментировали. Здесь очень просто. Можно ли развиваться, не понимая, куда ты развиваешься? Невозможно. Можно раздать сегодня деньги все подряд, что мы получим завтра. Сегодня людям будет лучше, а завтра что будет? В глобальном смысле. Это все равно что вопрос, что дарить, удочку или рыбу. Если мы думаем о будущем, мы должны это будущее закладывать сегодня. От момента появления идей до момента ее воплощения в глобальном смысле может пройти достаточно большое количество времени и огромный объем работы. Эту работу надо распланировать, эту работу надо выполнять. Каким образом ее делать? На самом деле не так, вот заметьте, сама стоимость этого конкурса она весьма невысока. Но какова отдача? Мы уже сегодня видим, что отдача будет просто совершенно сумасшедшая. Отдача с точки зрения того, что мы, может быть, планами загрузим не один наш департамент на будущее и не одну нашу общественную организацию. И в дальнейшем они вместе это будут делать. Люди и власть, люди и органы местного управления. Делать для кого? Да для нас, для всех. Делать очень четко, понимая, куда мы идем, почему мы сегодня идем вот так, а завтра вот так. Этот конкурс не единственный, он будет проводиться ежегодно. Потому что мы сегодня думаем о том, что будет послезавтра, завтра будем думать о том, что будет через несколько лет. Я могу привести примеры вчерашних идей, которые были озвучены как раз ТОСами на семинаре обучающем, когда мы тоже разговаривали о том, что они хотят в этом конкурсе подать, какие идеи. И к вашему вопросу вернуться как раз. Нужно деньги раздать или нужно идеи собрать и помочь людям их реализовать? Совершенно замечательная идея у одного из ТОСов, который уже много лет, не один год делает это. У них такой добрый секонд-хенд существует на базе ТОСа, когда одни люди приносят вещи, а другие люди нуждающиеся забирают вещи. И руководитель ТОС он знает и тех, и других, особенно нуждающихся. И вот этих площадок их может быть больше, не только один или два ТОСа в Самаре, а может быть это больше будет таких площадок, а может быть они превратятся в благотворительные магазины, когда еще и средства будут собираться на то, чтобы потом во дворе появились какие-то арт-объекты и что-то еще. Или была одна идея, когда я впервые столкнулась с такой ситуацией, когда одна из руководителей ТОС сказала, а вы знаете, у нас во дворе есть, скажем так, маргинальные группы населения, которые мешают жителям, и жители их очень плохо воспринимают, но можно же по-другому посмотреть на этих людей, можно вовлечь их в какие-то процессы, чтобы они тоже стали полноправными участниками, не знаю, в благоустройстве, еще во что-то, и она в это верит, и она с этими людьми общается, она получает положительную обратную связь, и это будет удивительная история, если это получится. Вот такие идеи, их нужно поддерживать, а потом тиражировать, распространять, чтобы они в городе, ну, было их много. И еще я сегодня, сейчас вопросы со стороны негативно настроенной части населения, разве не дело администрации заниматься благоустройством, обустройством и так далее. Вот вы сказали, мы хотим собрать инновационные идеи, кто-то скажет, а что, то есть вы не можете эти идеи сами генерировать? Вы знаете, можем все что угодно. Весь вопрос, здесь же будут жители жить, да, и они будут этим пользоваться. Если насильно, мил не будешь. Вот если возьмем пример, конкурс двор, в котором мы живем, ведь все проекты в обязательном порядке согласовываются с людьми. Это что, можно не делать? Да можно, конечно, но люди-то это воспримут или нет? Именно поэтому нам нужны жители. С одной стороны. С другой стороны, а кто сказал, что у нас, простите, нет творческих людей, которые не могут в Самаре предложить нечто такое, чего не видел до сих пор ни власть, ни муниципалитет? Может. Великолепная идея. Может. Может быть. Задача нас, как муниципалитета, которую мы пытаемся сейчас воплотить в рамках развития стратегии, поднять вот этот пласт, получить эти идеи, помочь людям разработать их в виде проектов, поддержать финансово, чтобы они были решены, но не только финансово. Ведь предоставляя грант любой общественной организации, администрация города предоставляет еще организационную поддержку, информационную поддержку и так далее. Да, я думаю, что, в общем-то, вполне доступно вы все объяснили. Спасибо огромное. Ну, почти полтора миллиона жителей в Самаре, чуть поменьше. Если вычесть стариков и детей, допустим, и каждый... Почему вычитать их? Не надо их вычитать. Я имею в виду трудоспособные. Каждый, кто сделает одно маленькое дело, получится большой и впечатляющий результат. Спасибо, что были с нами. Увидимся в Горде Эс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова